Мечеть Кул-Шариф находится здесь. Современная очень красивая мечеть. Тоже ее поставили на территории Кремля. Раньше, конечно, здесь были мечети, но были разрушены. А это вот мечеть новая, современная. И мы видим вновь стены красно-кирпичные. И я сейчас на нее поднимусь, на эту стену. Строительство этого грандиозного сооружения было начато в 1996 году. Тогда было решено воссоздать легендарную многоминаретную мечеть столицы Казанского ханства, которая была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего имама Сиида Кул-Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. Мечеть расположена в западной части Казанского Кремля, в центре собственной площади двора. Комплекс мечети представляет собой композицию из главного многоминаретного здания с пристроенными по бокам двумя полупавильонами и отдельно стоящего двухэтажного павильона, выполненного в такой же стилистике. Внутреннее пространство мечети рассчитано на полторы тысячи человек. На площади перед ней могут разместиться еще десять тысяч. Высота каждого из четырех основных миноретов – 58 метров. Также имеется два малых миноретов. Копол высотой 39 метров и диаметром 17 метров. Внутри мечети, справа и слева по отношению к главному залу, имеются два смотровых балкона для экскурсий. В главном здании мечети размещены музеи исламской культуры, комната для проведения торжественного свадебного обряда, кабинет имама. Конечно, очень красивая мечеть. Сейчас, если в нее можно зайти, я зайду. Вот так мечеть выглядит с центрального входа. Мечеть открывается в 9 часов, 5 минут до открытия, а уже собрались люди для посещения ее. Ну, это не правомерные мусульмане, как я вижу, а простые туристы, которым тоже интересно посмотреть, что же это за великолепное такое здание и как оно выглядит изнутри. Сейчас дождемся и пойдем посмотрим. Ну, мечеть такая, в общем-то, туристическая. Разуваться не нужно, кого здесь не постелено. Я первый посетитель зашел сегодня. Можно снимать, разрешили. И, в общем-то, никаких запретов. Я даже в шортах. Шорты, пардон, я длинные достаточно, но, тем не менее. Мула читает молитву. Небольшой зайчик. Вот, наверх подняться нельзя здесь. Нужно пойти по кругу. Весь магазин. Туристическо-мусульманского полнаправления и небольшая галерея. Вот и все. Для молитвы нужно подняться, наверное, на балкон. А, был, написано, был полком для туристов. Немощный вверх, что здесь есть, интересно. Тут все та же винтовая лестница, которая были тысячи лет назад в таких зданиях. Вот. Везде, правда, закрыто. Приходится подниматься все выше и выше, а лестницы все сужаются и сужаются. А, ну и вот, главный купол. В общем, на мой взгляд, сделано разумно. Для верующих первые и вторые этажи. Здесь ковры, здесь молитва. А если хотят любопытные посмотреть, то для них этот балкончик. Можно зайти и посмотреть. Нормально. Очень красивый зал. Не такой большой, как можно было бы представить себе. Но очень красивый и уютный. Сейчас служительница полисочит ковры. Ну, а если спуститься по лестнице вниз, то будет музей. Вот вход в музей. Музей исламской культуры здесь находится. Ну, а что еще может находиться в мечети? Небольшой музейчик. И тоже сувенир продается. Музей, дельная касса. К сожалению, бесплатно панораму музеями не разрешили сделать. Сказали, плати денег, потом снимай. Ну, что же, это, как говорится, хозяин Багин. То, что мне разрешили снять, я снял. Ну, вот мечеть я посетил. Нужно еще пробежаться. Я еще не к территории Кремля обошел. Ну, что мне кажется, вот приходится. Багин. Продолжение следует...